Добрый день дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска Друзья мои, прежде чем начать свой рассказ о российском криминале Я хочу сказать огромное спасибо тем из вас, кто участвует Участвует, может быть даже не один раз, а постоянно В том, что мы имеем возможность содержать домашний приют Для сирых, убогих, больных кошечек, спасенных из цепких лап улицы Приют Котовасия 67 За последние две недели, да за две недели, за 14 дней В деле спасения наших кошечек Да, теперь уже можно говорить спасение Несмотря на то, что они находятся в тепле, в уюте Но вы их продолжаете спасать Потому что их надо каждый день кормить Мы кормим их по два раза, а больных по три раза и более И маленьких котят, значит до шести раз в день надо кормить Мы их лечим Возим в ветеринарки Жена сама научилась делать уколы Капли в глаза Какие-то клизмочки Градусник этот купили, температуру мерить Вы знаете, куда он вставляется И так далее И все это с вашей помощью Все это с вашей помощью Друзья мои Я хочу сказать огромное спасибо Наталье Евгеньевне К Она вот за эти две недели дважды по тысяче рублей Выслала Огромное спасибо Наталье Евгеньевне Сердечное спасибо Я готов выслать вам Вот в конце июля, начале августа Выйдет моя книга Смоленские истории Готов выслать вам электронный экземпляр этой книги Ольга Владимировна Эл тоже тысячу рублей выслала Марина Викторовна П-300 Ольга Октябринова М-200 рублей И Ирина Борисовна К- тоже 200 рублей Девочки, женщины Дорогие мои Огромное спасибо вам За вашу бескорыстную помощь И я считаю, я уверен, я знаю Из своей жизни долгой Что доброта и милосердие Возвращаются к тому, кто их проявил С торицей Огромное спасибо А сейчас я перехожу К криминалу Это, на мой взгляд, событие Одно из знаковых В последние дни В Московской области Ликвидировали вооруженного мужчину Который захватил коттедж Взял в заложники участкового И одного, по-моему, или двух Охранников местного ЧОПа Которые охраняли этот поселок коттеджный Он отстрелился Перестрелку вел в течение аж пяти часов С сотрудниками правоохранительных органов Нацгвардии в частности Он оказался красноярцем 37 лет Который, по заявлению Мэра Истринского Имеет проблемы с психикой Я не знаю, откуда Мэру стало об этом известно Но вот так вот Это все случилось в поселке Шервуд Городского округа Истра Шервуд, это, по-моему, во Франции Если я не ошибаюсь И я помню Фильм был Шервудские зонтики Прекрасный фильм Музыкальный, хорошо поставленный Это случилось 22 июля Этот человек в балаклаве Вы знаете, что такое балаклава Разрезы Разрез С автоматом и другими средствами вооружения Проник в один из коттеджей Внутри никого не было Поскольку хозяева коттеджа Выставили его на продажу Сотрудники фирмы ЧОПа Охранявшего поселок Сообщили о том, что окно разбито В коттедже В полицию А сами направились к коттеджу Это прибыл участковый от полиции И вместе с двумя сотрудниками ЧОПа Подошел к коттеджу Посмотреть, а что же там случилось А в этот момент, значит, из дома появился С автоматом вот этот зломышленник Угрожая автоматом Он заставил полицейского и охранников Зайти внутрь коттеджа И Провел их на второй этаж И запер на втором этаже Но им Впоследствии удалось через окно Сбежать То есть Заложники Сбежали Никто из них, слава богу Не пострадал Ну а вскоре По сообщению Вот этого участкового И Охранников Прибыли Бойцы Росгвардии Окружили Полностью Территорию Этого коттеджа Но Предложили, значит, сдаться Без вооруженного конфликта Но Мужик Отказался сдаваться Открыл огонь По правоохранителям Его фамилия И имя Известны Известно, откуда он Родом Отказался сдаваться И кричал Всякие угрозы В ответ И кричал, что он Недавно Из зоны Специальной вооруженной Военной операции С Украины Вернулся И кричал, что он Намерен захватить Кремль Может быть Это, так сказать Повлияло на то Что глава Истринский Считала его Психически Ненормальным Не знаю Не знаю Привезли Мать Этого Мужика Я не знаю Он сам из Красноярска А мать Значит Тоже с ним В Москве Что ли Жила Мать Привезли Мама Пыталась Сынок Не надо стрелять Тебя убьют Там Сдавайся И так далее Но он Не слушался И вот в течение Пяти часов Шла эта Перестрелка Зарубон Этот Автоматный Я не знаю Сколько у него Там патронов Было А вообще Где он Все это взял Это же Целое расследование Надо проводить Арсенал У него Значит Было Кроме автомата Еще Или даже Автоматов Как некоторые Пишут Средством Массоинформации Был Карабин Сайга Вы знаете Нарезной Карабин Охотящий Кроме того Были Гранаты Были Бутылки С зажигательной Смесью Одну Бутылку Кинул Пожар Устроил В коттедже Или в прилегающем Каких-то Домиках Я имею ввиду В подсобных Помещениях Я не знаю Но Пожар Устроил Вот Сотрудники Росгвардии Кроме того Вынуждены Были Задействовать Квадрокоптеры Чтобы Разглядывать Так сказать Действия Через окна Хотя бы Коттеджа Этого А Кроме того Использовали Газ Когда Поняли Что перестрелка Это Результатов Не даст Он не сдастся Применили Соответствующий Газ Я не знаю Что это за газ Такой Как Применяли При освобождении Заложников Вы помните Где это было Нотр-Дам Шел Спектакль Или Оперет Я не знаю Как его назвать Музыкальный Спектакль Где было Я забыл Но применили Газ Тогда Правда Этим газом Потравилось Много народу Много заложников Тогда Но Короче Живым он не сдавался Поэтому Сдался мертвым Ну а Потом После После Ликвидации Его Приступили К осмотру Саперы ОМОНа Русич А после этого Значит Допустили Следователей Экспертов Для Производства Следственных действий Поскольку Уже во время Этого штурма Было возбуждено Следственным комитетом Уголовное дело Ну я добавлю Только к этому Что Украинцы Сейчас Средства массовой информации Перевозбудились Что типа Какого-то Протестующего Против Власти У России Значит Убили Ликвидировали Специально Так сказать Чтобы Концы Воду Ну и так далее И тому подобное Вы всегда знаете Что Значит Здесь Только камень Броси Пошли Круги Он Прилетал А потом Мне Бывший Хозяин Вот Наши Участка Ну Мне Сказал Что Это Янховича Дача Ну У него Оружия Дофига Было Потому Что Тут Стреляли Пять Часов Тут Такая Жесть Была Что Я говорю Я даже Боялась Мы Сможем Собирались Ехать В больницу Я говорю Не Нифига Остаешься Дома Мало Ли Он Выскочит Оттуда И Тут Рядом Я же Слышала Что Это Рядом Реально Рядом Есть Там Такие Места Там Можно Найти Раньше Во всяком Случа Были В прошлом Году Я ходила Там Вот Эти Лесники Которые Чистят Лес Они Себе Сделали Какую То Такую Из Веток А здесь Вот Атишник У нас Построился Вот Забор Их Вот Граничен А Янукович У нас Вот Так Вот 500 Метров Он Не Знает Что У него Вот Это Шухер Такой Мотаюсь Я вчера Болялась Винок У меня Их Сердей Судок Это Живот Рядом И у меня Такое Ощущение Что По окнам Моим Херачили С этих Автоматов Тут Такие Были Выстрелы Тут Такие Были Звуки Что Это Атас Выходим Мы Из Чащи Леса И Стоят ОМОНовцы В черном Амбанировании В бронежилетах С оружием И В шлемах И нам говорят Назад 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 А что Случилось У нас Учение И бабушке Моей 87 лет И она Потихоньку Говорит Михаил Нам сказали Быстро Ну тут Грибы Попадаются Ну и мы С ней Потихоньку Ушли Туда В конце Конец Этого Ихнего Шервудского Имения Скажем так Пошли По лесу Походили И началась Стрельба И с автоматом Прямо Чуть Такие Страшно Было Если бы Сказали Что Ну я Хочу Сообщить Что Этот Дворец Дом Я даже Коттеджем И домом Не могу Назвать Это дворец Целый Целый дворец Смотрите Фотографии Что это за дворец Который Хинштейн Выложил В своем Телеграм Канале Депутат Нашей Госдумы Дом этот В поселке Шервуд Оказывается Ранее Принадлежал Экс Президенту Украины Виктору Януковичу Нехило Так сказать Экс Президент Украины Себе Соорудил Или купил Домик Раньше По словам Вот Жителей Местных Да Здесь Видели Именно Януковича А Последним Владельцем И вот сейчас Выставила Видимо На продажу Является Москвичка Лариса В Эти фамилии Не Называется Вот Однако Последнее время Ее там Не видели Я не знаю Представляете Себе Площадь Коттеджа Составляет 2100 квадратных метров И Выставлен на продажу За миллиард 200 миллионов Рублей Вы представляете Миллиард 200 миллионов Рублей Домик стоит Это вот Лариса В Это Выставила Я не Представляю Себе Значит Что это За Лариса В И чем Она Занимается Если у Него Такие Деньжища Я думаю Что Лариса В Это Какое-то Подставное Лицо Чье-то Подставное Лицо А Истинный Владелец Коттеджа Нам пока Неизвестен Ну Кроме Януковича Янукович Продал Кому-то Записан На Ларису Кто Этот Кто-то Мы Не знаем И может быть Никогда Не узнаем Почему Именно Этот Коттедж Избрал И вообще Как он Попал На Я считаю Круто Охраняемую Территорию Этого Шервата Там Люди Непростые Живут Хотя Я вам Показываю Женщины Там Простые Но Это Непростые И Айтишник Так Сказать Не первое Лицо Там Которое Там Айтишник Себе Построил Айтишник Какой-то Но Айтишник Тоже Видимо Зарабатывает Бешеные Деньги Раз Там Земля Стоит Так Сказать Столько Сколько Нам С вами Вместе За всю Жизнь Заработать А Если Еще Дворец Построить Сами Понимаете Так Что Я Уверен Что Никакая Лариса В Значит Такую Вещь Не Потянет Понимаете Пусть Даже Она Там Какая Нибудь Певица Или Кто Она Или Жена Как Чья То Там Ножон Сейчас Не Оформляю Честно Подставных Лиц Оформляю Ладно Не будем Об этом Рассуждать Потому Что Нам Это Не Известно Может Никуда Не Станет Известно Если Средства Массы Информации Нам Об этом Не Расскажут Ну На этом Завершим Пока Я Поскольку Долго Рассказывал Много Рассказывал Об этом Случае Я Не буду Пока Рассказывать О других Событиях Криминальных Давайте Подумаем Над этим Давайте Напишем Комментарии Как Вы считаете Что Что Здесь Фактически Произошло Почему Этот Человек Захватил Именно Этот Коттедж Откуда У него Может Быть Такой Арсенал Оружия Стоило Ли Ли Его Убивать Если Заложников Нет Или Надо Было Все-таки Штормом Взять И его Живым Взять Тогда Докопаться Уже До истины С его Может быть Помощью А если Он Например Действительно Больной То Правомерно Ли Это Сказать Зная Об этом Убили Больного Человека С вами Был Евгений Гордеев И Славного Города Героя Смоленска Всего Нам Всем Доброго Друзья Мои Не Забывайте О нашем Приюте Катавасе И я О тех Кто Не Забывает Буду Рассказывать Всегда Везде И Всем Здоровья Всем Удачи И мира Нам Всем Украине Пока Субтитры Субтитры